Всем привет, с вами Грифон, и мы продолжаем серию видеоуроков по моделированию под Subdivision Surface. В этой части разберем вот такую деталь, она уже не самая простая, на ней появляются треугольные формы, и я покажу один из способов работы с ними. Если вам понравилось, не забываем ставить лайки, а мы начинаем. Итак, как всегда, начнем с создания базовой формы. Я создам вот такой куб, и теперь нам нужно вырезать из него вот эту треугольную форму. Для этого создаю разрез по центру и по одному разрезу на двух других плоскостях. Центральный edge я удаляю, теперь выделяю три точки сбоку, заполняю их полигоном, точно так же поступаю с другой стороны, и строю центральный полигон. Вот у нас готова базовая форма, и теперь нам нужно построить баундери лупы. Давайте сначала построим их на местах, где нет треугольных форм, а потом я покажу, как работать с ними. Добавляем, соответственно, разрезы на всех местах, где они должны быть, добавляем M-bevel для того, чтобы расширить, и так поступаем на каждой части модели. Где у нас есть углы. Вот основные баундери лупы у нас готовы. Теперь давайте применим модификатор Subdivision Surface. Видим, что у нас скругляется неправильно передняя часть. На центральный давайте также добавим ребра жесткости. И осталось теперь добавить только правильное скругление на вот этом верхнем уголке. Для начала давайте добавим лупкат вот здесь по центру. Не обращаем внимания на то, что он строится не полностью. Это происходит из-за того, что здесь есть треугольники, и блендер не понимает, как нужно построить лупкат. Добавляем этому лупу Bevel. И сверху поступаем точно так же. Теперь давайте на время отключим модификатор, чтобы лучше видеть геометрию. Включим выделение по точкам. И теперь нам нужно вот на этом полигоне добавить недостающие ребра жесткости. Для начала соединим вот эти две точки. Затем мы выделим две аналогичные точки слева и справа. И нажмем клавишу J для того, чтобы построить между ними разрез. Аналогично поступаем с верхними двумя точками. Выделяем J. И между ними строится разрез. И теперь у нас на последней стороне нет ребра жесткости. Поэтому мы выделяем нижнюю и верхнюю точку. И строим с помощью клавиши J между ними разрез. Остался у нас лишний edge вот здесь. И мы растворяем его с помощью Dissolve Edges. Для удобства я добавлю лупкат по центру. И удалю все точки, находящиеся с одной из сторон. И добавлю модификатор Mirror для того, чтобы упростить себе работу. Обязательно включаю галочку Clipping и ставлю модификатор выше Subdivision. Clipping нужно включить для того, чтобы центральные точки у нас сваривались. Теперь я могу работать только с одной стороны. И это существенно сократит время работы. Мы видим, что вот здесь у нас образуется Triss. И нам нужно преобразовать его в клады. Сейчас я покажу, как это делается. Для начала добавим по три разреза с каждой стороны этого треугольника. Добавляем спереди. Сверху. И по центру. Вот таким образом. И на самом деле, нужно понимать, что любой треугольник всегда можно преобразовать в четыре четырехугольника. Для этого давайте соединим центральные точки этих ребер. Для этого воспользуемся инструментом нож. И как-то вот так прокладываем ребра, соединяя их в центре. И теперь мы видим, что если вот эти лупкаты убрать, то у нас Triss представляет из себя три квада. Теперь нам нужно оставшиеся точки тоже соединить. И опять же я беру инструмент нож. И прокладываю недостающие ребра. То есть вот я режу от верхней точки до аналогичной на центральной части. Так же поступаем и со всеми остальными точками. Вот так. И вот так. И теперь мы видим, что у нас весь этот треугольник состоит из квадов. Разве что теперь нужно немного подредактировать расположение данных вершин, чтобы они создавали наименьшее растяжение. Я сдвину вот эти точки немного наверх. Центральную точку подвину, чтобы она располагалась ближе к центру. И чтобы удаление вот этих точек от ребра было примерно одинаковым. То есть они могут идти по дуге, но чтобы не было сильных перегибов. И поэтому у нас скругление будет на углах одинаковым. Вот. Что-то такое у нас получается. И теперь мы включим снова модификатор Subdivision Surface. И видим, что сглаживание у нас происходит так, как нужно. И теперь нужно уплотнить сеточку. Для того, чтобы создать равномерную топологию. Вот здесь на треугольных элементах мы видим, что геометрия у нас уже довольно плотная. И растяжение совсем незначительное. Я создам дополнительные ребра. Вот здесь по центру одно. На этой части. И сзади тоже. И в целом этого нам будет достаточно. Теперь давайте оптимизируем топологию. Мы видим, что вот тут у нас имеется внутренний угол. И это значит, что мы можем свести точки в звезду. Лишним. Точно такая же ситуация у нас на нижней части. Опять же видим внутренний угол. И вот эти точки сводим в звезду. Теперь мы видим, что у нас в принципе все хорошо. Разве что вот здесь снизу у нас при сведении образовались лишние вершины. Мы их удаляем. И вот здесь сзади такие же лишние вершины есть. Мы их тоже удаляем. Все. На данный момент мы имеем хорошую и правильную топологию. Давайте это проверим. Я добавляю подразделение у Subdiva. Включаю Shade Smooth. И подрубаю Matcap, чтобы лучше видеть шейдинг. Видим, что с шейдингом все хорошо. Нигде никаких артефактов нет. А значит, работу с данной деталью можно заканчивать. Ну а с вами был Грифон. До встречи в новом видеоролике. Продолжение следует.